сегодня вот такой небольшой урок о четырех важных понятиях для познания творца и для познания вселенной за 40 лет жизни и 30 лет обучения я научился лишь четырем словам и четырем выражением они будут разъяснены далее смысл этих слов таков значение ради другого значение ради себя намерение взгляд то есть мана и харфи это по-арабски называется мана и харфи значение ради другого мана и сми значение ради себя нет то есть намерение и назар взгляд итак первый момент на создание всевышнего то есть на вселенную что есть вообще нужно смотреть как на буквы указывающие не на себя а на кого-то другого и ради того чтобы познать аллах смотреть на них ради них самих ради них самих мысленно погружаясь в причины это ошибка люди изучают допустим частицы звезды там растений животных но пока они взглядом чтобы познать творца не смотрят никакого настоящего знания не получают информация просто да бесполезная информация которая основной смысл не выражает то есть основной смысл вселенной говорит о творце то что он есть он един и его еще другие качества знания могущество милость и так далее показывают да у каждой вещи есть две стороны одна сторона обращена ко всевышнему а другая к создание сторона обращенная к созданиям для человека должна быть подобно легкой к живной занавеси или прозрачному стеклу за которым видна основная сторона обращенная к создателю то есть как бы как тюль такой легкий то есть мы которые смотрим сторону внешняя сторона но всегда видеть ту сторону которая обращена к создателю творцу всякая вещь и всяком событии каждом явлении то есть объясняет то есть смотря на дар нужно думать о дарующим любой дар дар допустим жизни дар допустим тот же самый глаз воздух там вода какое-то яблоко например взял это дар думать о дарующим кто его даровал созерцая искусные творения пусть это будет лик небес или же допустим красивые цветы вспоминать о творце то есть не какая-то случайность или там природа воображаемая а что творец обладающий знанием красотой милостью и так далее видя искусственные творения вспоминать о творце глядя на причины думать об истинном воздействующем потому что на самом деле никак ни одна причина не имеет истинного воздействия кроме как допустим если есть обладатель выбора кроме выбора ничего нет либо внешне только они являются связаны со своими следствиями например дерево не создает плод потому что у него таких способностей для создания плода нет или земля не создает дерево просто они связаны между собой для показа мудрости творца и гармонии которую он установил следовательно глядя на причины думать об истинном воздействующем то есть это мы разобрали сторону мана и харфи мана и сми то есть ради себя либо ради творца если смотреть на создание кроме того взгляд и намерение меняют суть вещей то есть грех превращает в благодеяние а благодеяние в грех то есть эти очень важные две вещи как ты смотришь на происходящее и намерение ради чего делаешь вообще что все что-нибудь да намерение делает простые действия поклонением и превращает поклонение сделанное ради показухи в грех для таких мирских целей если даже поклоняется то это для него может стать грехом не ради удовольствия всего лишнего ради показухи смотреть на материальные создания думая лишь о причинах это невежество сколько бы человек не изучал сколько бы информацию не получил если он нет у него веры творца и ради него он не смотрит настоящего знания как такового он получить не может это останется невежеством смотреть же на них размышляя об Аллахе это познание творца в сознаниях потому что это видны знания могущество воля милость такие качества Всевышнего как предопределяющую предающую форму там но все его прекрасные имена в созданиях видны конечно их изучать это делать все надо но для чего для познания его и получения настоящих знаний вот эти четыре понятия мы как бы прошли теперь слова то есть четыре слова еще важных слов первое слово и не я не хозяин самому себе очень важная основа как бы да то есть человек должен размышлять я создание творения милость у творца удостоенное его щедростью и милостью и когда вот с этим размышлением начиная от себя человек начинает познавать мир правильно познавать я не хозяин самому себе а кто же мой хозяин мой хозяин властелин всей Вселенной однако я смотрю на себя как на хозяина для того чтобы познать качество и в какой-то степени суть качеств истинного хозяина да посредством своих воображаемых владений и ограниченных способностей я отчасти познал безграничные способности истинного хозяина то есть например для того чтобы дом был допустим видим дом допустим на своем месте лампа висит и все необходимое мы знаем что для этого нужно допустим знание качество видеть слышать там какие-то материальные богатства ресурсы должны быть какой-то план должен быть и с этим мы смотрим на этот мир и видим что все вокруг так чудесно создано все на своих местах видим что значит у творца во-первых у этого мира должен быть творец помощью этого я мы понимаем еще он еще обладает такими качествами знания воля имеет какой-то план предопределения допустим да и все 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 вот такие его качества имена посредством своего вот этого я познаем иначе человек не хозяин самому себе потому что даже свое тело он сам не сделал итак второе слово аль мауту аль хак то есть смерть это истина эта жизнь закончится бренное тело не способно быть опорой этого огромного мира ведь оно не из камня и стали оно сделано лишь из таких вещей как кровь и кости хотя на короткое время они соединены в любой момент они могут распасться то есть смерть это истина и человек забывает постоянно об этом и он должен постоянно себе об этом напоминать когда смерть что что является истиной человек поймет уже многие вещи правильно будет он в своей жизни расставлять как приоритеты правильно будет расставлять третье слово робби ваахидун мой господь един да человек может быть счастлив лишь поручив себя милосердному господу не поручив себя ему человек будет нуждаться во множестве богов так как так как из-за содержательности своей натуры он нуждается во всем и связан со всем сущим и он замечая этого или нет переживает и печалится из-за каждой вещи такое состояние подобно адской муки при поручении же себя единому господу за навеси десницы могущества которые являются причины принимаемые заблудшими за богов подобно райскому блаженству то есть человек довериться всевышнему выполняет свои обязанности свое поклонение и уже не переживает за происходящее свое дело делает остальное в руках всевышнего полностью полагается на него и находит покой четвертое слово она это чувство эгоизма заключающиеся в предании самому себе ценности и бытия оно является точкой отчета и единицей измерения для познания качеств и деяний всевышнего то есть это она очень важный ключ но об этом отдельный урок будет именно про это она и эго как оно и для чего оно и как им пользоваться субханаха ла алим ла ла ма алямтана иннака антал алиман хаким ва лхамду лиллхи рабли ла алимин Продолжение следует...